Мэр Москвы Сергей Собянин собирается усовершенствовать видеонаблюдение. В Москве камеры поставят во дворах, в подъездах уже лет 10, как прежний мэр Москвы Юрий Лужков обещал, и вроде как даже и сделал, снабдить каждый подъезд, каждого московского дома и двора видеокамеры. Неужели все-таки так и не получилось? Евгения Воскобойникова расскажет подробнее об этом новом старом плане. Женя. Да, спасибо, Маша. Действительно, мэр Сергей Собянин, по всей видимости, решил воплотить в жизнь то, что задумал экс-мэр Юрий Лужков. Я напомню, что бывший глава собирался установить 80 тысяч камер наружного наблюдения до 2008 года. Камеры должны были устанавливать на улицах, в подъездах и в общественных местах. Теперь практически по той же схеме в течение трех лет будет создана новая система видеонаблюдения. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая сегодня на торжественном собрании в прокуратуре Москвы, которое, кстати, было посвящено юбилею прокуратуры в России. Еще в декабре прошлого года в Москве заработал единый центр хранения данных, который получает с видеокамер. Именно оттуда можно будет наблюдать, что творится на улицах столицы практически круглые сутки. Мэр рассказал, что в январе должны установить видеокамеры, которые будут наблюдать за восьмию сотнями объектов. Это будут площади, территории около станции метро и другие места массового скопления граждан. А уже с 1 апреля камеры будут наблюдать и за тем, что происходит в столичных дворах, а также подъездах. Маша. Спасибо, Женя. Моя коллега Евгения Воскобойникова.